Итак, всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. И сегодня я представляю такую интересную тему, которая называется «Личный бренд». Но хочу начать я с анекдота. Анекдота по тематике MLM – бизнес. Поспорили Лиса, Лев и Заяц, кто быстрее закроет директора. Заяц говорит «Я самый быстрый, быстрее всех обегу, предложу всем и стану директором». Лиса говорит «А я самая хитрая, и я любого смогу пригласить». Лев говорит «А я царь зверей, и я всем прикажу и стану директором». Но директором стал попугай. Он просто повторял все то, что ему говорил спонсор. Ну, к чему этот анекдот я рассказала? Дело в том, что очень часто люди, которые приходят в MLM-бизнес, начинают совершать самую большую ошибку. Они не делают то, что говорит им спонсор. По различным причинам. Но, каковы бы ни были эти причины, если уже вы выбрали спонсора, то первый месяц просто делайте то, что дает вам спонсор, то, что он вам говорит. Применяйте ту систему, ту схему, о которой он вам говорит. И все у вас будет окей. Сейчас я хочу задать вам такой вопрос. А зачем вы пришли сегодня на вебинар? Напишите, пожалуйста, для какой цели вы пришли на сегодняшний вебинар? Мне очень интересно знать. То есть должна быть какая-то определенная у человека цель, чтобы он что-то в этой жизни сделал. Мотивация, какие-то причины весомые. Потому что мы должны тогда бросить все остальные дела и прийти. Вот для чего вы пришли на этот вебинар? Мне очень хочется узнать ваши мотивы, ваши мотивации. Вот Аня пишет, для саморазвития. А конкретней, да, вот именно этот. То есть вы могли найти кучу других вебинаров, других людей, другую тему какую-то. Почему вы? Узнать про личный бренд, что помогло в продвижении в бизнесе, рост, получить информацию для развития, научиться вести свой личный бренд. А кто сможет сформулировать, что же такое личный бренд? Что такое личный бренд по-вашему? Потому что, чтобы понять, для чего нам что-то нужно, нужно конкретизировать это. То есть нужно зародить такое зернышко, которое вы посадите в землю, но вам нужно понимать четкую формулировку. Инструменты для развития, вся жизнь, для получения знаний, применения на практике. Это образ жизни. Да, личный бренд – это то, что характеризует вас, как специалиста, в какой-то определенной области. То есть прежде, чем вы начнете этот личный бренд развивать, вы должны понять, в какой области вы хотите развиваться, и в каких областях вы можете являться экспертом. Потому что, если вы не выделите этот момент, то личный бренд – это всего лишь два пустых слова будут. Понимаете? И вот это будет основа нашей школы. Это то, с чего мы будем нашу школу начинать. Мы будем выявлять вашу экспертность, и оттуда уже отталкиваясь, идти дальше. Итак, личный бренд. Во-первых, хочу рассказать небольшую предысторию такую, почему же все-таки мы пришли вот к этой технологии, которая уже давно всем известна, начинали мы с того, что, почему я говорю мы, мы – это я и мой муж Владимир, то есть семья Коваленко. Мы работаем в тандеме, и это очень помогает нам, ну и, конечно же, мы развиваемся не только благодаря друг другу, но и благодаря тому, что в нашей команде такие успешные, такие целеустремленные, и такие, ну, очень энергетически заряженные люди, как и вы все. И мы очень вам благодарны, потому что, если бы не было вас, не было, соответственно, и нас. И в первую очередь я всегда благодарю людей, и всегда делаю на это акцент. И очень хочу, чтобы вы тоже научились своих партнеров благодарить. Пусть это будет не на словах, хотя на словах очень хорошо, потому что людям это приятно, конечно же. Но даже каждое утро проговаривать слова благодарности вашим партнерам, вашим коллегам, людям, благодаря которым вы растете. Это очень важно на самом деле, потому что чем больше слов благодарности вы будете отдавать этим людям, тем больше, скажем так, будет благодарности к вам возвращаться. То есть вселенная будет вас благодарить за то, что вы уже являетесь вот таким вот человеком, который благодарит людей. Ну, это такая вот тоже маленькая предыстория. И дальше я рассказываю. То есть мы с Владимиром Коваленком мы пришли в этот бизнес и начали совершать очень много ошибок, конечно же, потому что компания была еще достаточно молодая. Для нас это первый такой вот серьезный опыт в малом бизнесе. Мы начали, даже больше пришли сюда на дневный бизнес, то есть мы открыли бюро, поработали на земле. Но меня не удовлетворял результат, и мы все-таки пришли к тому, что надо развивать интернет. Потому что сейчас это век новых технологий. И, конечно же, интернет – это то, что даст нам большие возможности. Когда мы в январе месяце создали свою школу, то действительно начал развиваться этот момент, и личный бренд уже пошел в действие. То есть тогда для нас еще это были только слова, мы не понимали, что это такое, но автоматически, преподнося себя как специалистов, уже этот личный бренд развивался. Впоследствии мы, конечно же, поняли, что раз это так хорошо работает уже на практике, то, естественно, нужно это все внедрить и создать определенную школу. Но знаний не хватало, и... Скажите, пожалуйста, последнюю фразу, которую вы услышали. Потому что, я так понимаю, что это зависло. Сейчас все в порядке. Да, не хватало знаний. То есть, в принципе... Спасибо, девочки. Не хватало знаний, и мы решили, что нам нужно обучиться. Нам нужно обучиться у специалистов. В качестве учителя мы выбрали такого бизнес-тренера, как Алекс Алимской. Мы прошли у него школу, которая называется «Упаковка». И мы прошли у него тренинговую школу. Мы ездили для этого в Киев. Называется система «Челлендж с огнехождением». Это очень мощный запуск. Он касается не только бизнеса, он касается всех сфер жизни. В результате мы действительно создали свою школу. Точнее, не школу, школа у нас была уже создана. Но мы создали вот этот вот отдельный такой обучающий материал, личный бренд. Благодаря этому был такой толчок, что мы вышли на уровень «Бриллиантовый директор», открыли этот уровень. Его еще нужно, конечно, закрыть, но я уверена, что мы однозначно это сделаем. Благодаря вам, благодаря нашей новой школе и благодаря тому, что мы все движемся вперед. И я, кстати, очень рекомендую. Вот в Киеве в декабре опять будет трехдневный курс. «Челлендж с огнехождением», потому что, ребят, это запускает такие внутренние процессы, такие внутренние ресурсы, и вы начинаете действительно делать такие вещи, о которых вы даже не могли мечтать раньше. И сегодня, по-моему, там последний акционный день. Кстати, если будет интересно, потом в личку мне напишите. Не будем на этом останавливаться. И вот мы, пройдя платную школу у хороших учителей, ну, мы и пролезли другие уроки у различных учителей, но этот самый мощный, конечно, это человек, который обучал еще и других MLM-гуру. И хочу сказать, что мы все-таки это сделали. И сегодня мы запустим уже этот раздел. Опишу этот раздел. Он будет очень простым, очень доступным для каждого из вас. Там будет пошаговая система. Вы прошли один, посмотрели один маленький видеоурок, сделали домашнее задание, и только после этого вы приступаете к дальнейшим урокам. Это работает очень круто. Это все проверено. Благодаря этому работают многие люди. Достигают больших успехов. Просто нужно делать. Итак, из чего же состоит эта школа? Я повторюсь, она очень простая. Она очень доступная. Потому что школ много. Но люди, даже если приобретают платные школы, многим просто тяжело. Мы все чем-то заняты еще, кроме того, чтобы обучаться. Мы строим бизнес, у нас есть личная жизнь, у нас есть у некоторых дети, у многих. У нас есть саморазвитие. Поэтому мы постарались нашу школу сократить, сделать такой компактной, сделать очень доступной, чтобы не было всего лишнего. Вот этого вполне достаточно для того, чтобы развивать личный бренд. Что я еще хочу отметить? Личный бренд будет работать не сразу. Личный бренд, если вы новичок, нужно развивать параллельно с другими технологиями. Это я вам говорю однозначно. Личный бренд будет работать тогда, когда люди будут видеть ваши результаты. И он будет работать не сразу. Должно пройти 2-3 месяца, чтобы личный бренд начал давать хорошие, мощные плоды. Но когда он начнет давать эти плоды, вы просто обалдеете от того удовольствия, которое вы станете получать. Потому что люди будут вам писать сами каждый день. Причем будут приходить люди различного уровня знаний, с опытом работы, без опыта работы. И вы уже сможете действительно просто заняться обучением людей. Но, еще раз повторюсь, если вы новичок, то не отвергайте другие методики. Те, которые мы предлагаем в нашей школе для новичков. Потому что, если вы новичок, у вас хорошо даже будет развит личный бренд, но к вам придет человек и спросит, а что ты уже достиг в этой компании? Благодаря тому же личному бренду. И вы скажете, что пока ничего, он просто найдет, будет искать другого спонсора, который уже чего-то достиг. Вот это важно понимать. Этому важно обучать своих новичков. Потому что не бывает чудес. Все происходит в жизни только благодаря тебе самому. Запомни это. Тебе самому. Никогда не сваливай свои неудачи на других людей. Как только ты начнешь брать на себя ответственность за каждую минутку, за каждый плюс, за каждый минус своей жизни, у тебя жизнь начнет идти по-новому, по-другому. Потому что мы все привыкли ставить себя в роль жертвы. Мы привыкли обвинять других, но только не всегда. И вот когда мы это все делаем, мы растрачиваем свою энергию, и мы даем возможность вот этим вот жалостям к себе съедать нас. И мы не развиваемся. Вот я, когда поняла это, я стала ответственность стараться. Не всегда еще это, конечно, получается, но постепенно, постепенно. Я просто из какой-то неудачи стараюсь вытянуть урок. Не стараюсь винить кого-то. Да, вот, например, мой муж сегодня сказал мне какие-то слова, которые мне некомфортно было слышать, он меня обидел. Не муж виноват. Виновата я, потому что где-то что-то я не так сказала изначально, потому что я допустила эту ситуацию. Что я могу сделать, чтобы в следующий раз не допустить такой ситуации? Это во всем, это в бизнесе, это в отношениях с людьми, в отношениях с вашими детьми, в отношениях с вашими вторыми половинками. Но вернемся к личному бренду, потому что это все-таки тема сегодняшняя. И я кратенько пройдусь по тому, из чего же состоит наша вкладка «Личный бренд» от Коваленко. Итак, изначально нам нужно выделить обязательно нашу целевую аудиторию. Для этого мы дадим вам видеоурок и дадим такой чек-лист, по которому вы сможете с легкостью сделать это, выделить свою целевую аудиторию. Проработайте, и этого вам будет достаточно. Второй урок – это экспертность. Экспертность – это то, о чем я вам говорила, то, что нужно обязательно знать. Если вы не будете понимать, что вы можете дать людям как эксперт, на вас никто не пойдет, поверьте. Люди к вам просто не захотят идти, потому что люди идут на экспертность. И тоже будет чек-лист, который даст вам возможность проверить, в чем же вы являетесь экспертом и насколько вы в принципе эксперт, насколько вы можете себя оценить. Дальше. Создание бренда и своего имени. Естественно, классика жанра – это в соцсети. Мы научим использовать вас в соцсети грамотно. Оформление страниц ВКонтакте и все, что с этим связано. Возьмете, оформите каждую свою страничку и дальше будете уже заполнять страничку по тем параметрам, которые мы вам дали. То же самое. Создание бренда и своего имени с помощью оформления страниц в Инстаграм. Следующая соцсеть – это Фейсбук. Мы о ней очень часто забываем, но поверьте. Эта соцсеть может дать вам шикарные результаты и много партнеров. И, конечно же, то, что сейчас работает очень круто – это каналы, чаты в Телеграм. Как можно брендировать свое имя, как можно брендировать себя как эксперта с помощью Телеграм. Можете реагировать как-то в чате, как вам откликаются эти темы, интересны ли вам эти темы, хотели ли вы их изучить, то есть даем ли мы то, что вам необходимо на данный момент. Нравится, да? Смотрю вот Евгений. Я очень рада. Марине, YouTube, ребята. Ну, YouTube, пожалуйста, полюбите его, полюбите себя. Начните себя преподносить через этот канал. Потихонечку, понемножечку. Поверьте, я в свое время настолько от него отмахивалась, я так не хотела снимать видео. Но когда я начала их снимать, я начала чувствовать себя уверенней. Постепенно, постепенно. Поначалу я не могла двух слов связать. Скажу вам честно. Я начинала снимать короткие видео, более длинные. Они были сначала любительские, потом становились чуть более профессиональными. Я не скажу, что я профессионал в этом, но на том уровне, на котором это интересно людям, в принципе, я уже считаю себя в большей или меньшей мере экспертом. Просто потому, что это работает лично со мной. Поэтому вы тоже постепенно можете выйти и стать экспертом для какой-то определенной категории людей. Не для всех, конечно, это понятно, но для определенной категории. Если будете в этом развиваться, будете изучать новые методики, будете постоянно что-то внедрять, какие-то инструменты, то, конечно же, вы станете рано или поздно расти и быть более экспертными. Стеснялись? Стеснялись все. Я помню рассказ Алекса Алимского про Нестеренко. Он очень впечатлил, знаете, да, наверное, такого мастера МЛМ-бизнеса, как Артем Нестеренко. Так вот, первые выступления Нестеренко были очень нервными. Этот человек очень сильно переживал. И он попросил Алекса на одном из его выступлений, чтобы тот держал его за коленку, потому что у него очень сильно тряслись колени. Вот сейчас, смотря на этого человека, как он выступает, какие он делает шоу, мы никогда не могли бы подумать, что этот человек когда-то стеснялся и переживал. Поэтому это все опыт, это все наживное, но поймите, наши страхи – это то, что мешает нам развиваться и идти вперед. Если мы будем идти на поводу, как марионетки у наших страхов, которые нас поворачивают вправо, лево, но они чаще всего нас просто с прямого пути сбивают и поворачивают нас назад, то мы просто ничего не добьемся. А жизнь у нас одна, мы это знаем. Мы, возможно, и думаем, что их много будет еще, но мы же наверняка этого не знаем, поэтому мы знаем, что вот эта жизнь у нас есть. И мы должны ее прожить качественно. И в тот момент, когда вы чего-то боитесь, чего-то стесняетесь, а вы думаете о тех людях, которым бы вы хотели дать лучшее, например, о ваших детях. Представляете, как вы даете им через 5 лет, например, то, о чем они сейчас мечтают. Это поездки за границу, это красивый дом, это автомобиль, потому что деткам, ну, конечно же, этого тоже всего хочется, на самом деле. Они любят игрушки, они любят родители, но комфорт нравится всем. Поэтому, верьте, если вы будете своими страхами, да даже не бороться, а принимать их и смотреть на них, как на маленьких смешных поросят или лягушат, очень хорошо работать, визуализировать свои страхи. Когда он выходит и говорит вам, ты не сможешь, ты стесняешься, ты такая страшная, то, простите, выключи телефон, то вы просто представляете себе, что это говорит вам. Может, рука такая говорит. И говорите, нет, мне не страшно, я сделаю это, потому что я хочу быть счастливой, я хочу сделать счастливой свою семью, своих детей. И все, идем дальше. Поэтому YouTube-канал я вам очень сильно рекомендую, начните записывать видео, они не должны быть идеальными сразу, поймите. Наоборот, очень часто людям нравится, когда видео не идеальные, потому что люди тогда понимают, ага, если бы он сделал результат на таком видео, то я тоже могу сделать. И он как бы вот такой хороший человек, простой, снимает обычный телефон, допустим, я тоже хочу к нему прийти, я не хочу идти, например, кому-то, у кого шикарные видео, профессиональные. Поверьте, на каждой товар, как говорится, есть свой купец. Кто-то придет на ваше видео, кто-то придет на мое видео, кто-то придет на видео, там, допустим, еще кого-то. Поэтому просто делайте, просто делайте и сделайте. Следующий момент, который очень волнует всех, это контент-маркетинг, да, то есть, из чего же должны состоять вообще ваши посты, ваше видео, потому что многим действительно вначале очень сложно, очень-очень сложно, всем хорошо мне видно, не зависаю я сейчас, все прекрасно. Очень сложно понять, какие писать посты и на какую тему снимать видео. И мы вам облегчили эту задачу, мы просто вам дали темы. Будете брать, смотреть, откликается ли вам сегодня эта тема, писать на нее пост или снимать видео. Все, проблема решена. Кому нравится, что ваши проблемы с контентом решены? Потому что я знаю, и для меня это всегда была тоже такая большая проблема. на какую тему сегодня написать пост. На какую тему снимать видео? А, ужас, у меня не работает голова. Ну, что-то такое. Все, мы решили вашу проблему. Там куча тем просто, которые работают вообще на ура. Как записывать видео? У вас вопрос, да? Как записывать видео? Вот вам, пожалуйста, в этом уроке вам все расскажут. И продающее вступление. Вступление в видео очень важно. Очень. Потому что первые 5 минут, то есть первые 2 минуты, они цепляют человека. Он или остается, или идет дальше. Я рада, что вам очень нравится. Сервис. СММ-планер. Кто знает, что это за сервис? Кто уже знает? Потому что кто-то уже, конечно, знает об этом сервисе. Напишите, кто знает. И вообще это очень классная фишка. Да, автопостинг это классная вещь. Она экономит ваше время, разрезает вам руки. То есть посты автоматически будут размещаться тогда, когда вам это нужно. Просто их программируйте, скажем так. Классная программка. Кто еще не пользуется, вот видите, кто-то знает, кто-то не знает. Ну, пользуйтесь ей. Да. Молодцы, ребят. Но вот все равно многие еще не знают эту программу, многие еще не пользуются, поэтому рекомендую, чтобы вы обращали внимание ваших новичков на это. Ну, уже все гуру наши, да, понятное дело, что все это знают, но новички не все, поэтому эта фишечка мы ее не могли, конечно же, не ставить в наши уроки. Есть такая тема крутая, называется вебинарный спецназ. Если вы хотите круто провести вебинар, то этот видеоурок вы пропустить ни в коем случае не должны. Вообще пропускать уроки нельзя, сразу скажу. Пропустите один урок, потом не говорите, что лично брать не работает. Вот точно. О, продающая история. Продающая история работает шикарно. У каждого из вас должна быть продающая история и не одна. Вы должны ее периодически повторять, выдавать людям. это так работает круто, что вы даже себя не представляете. Потом узнаете, что это, кто еще не знает и научитесь ее создавать. Продающие видео, структура продающего видео от и до, что должно быть в начале, в середине, в конце, как сделать так, чтобы человек хотел досмотреть до конца и так далее. Тоже классная тема. И отдельно продающие вступления. Эту тему мы решили выделить, потому что она очень важна. Над ней нужно проработать тоже отдельно. Вступление к видео имеется в виду или к вебинару. Создание продающей презентации. Как создать красивый PDF через PowerPoint. Это тоже очень важно, потому что я настоятельно рекомендую проводить вебинары. Все, сейчас у нас есть своя вебинарная комната. Проводите вебинары, записывайте побольше видео. Вы поймите, что вебинар первое делает вас лидером в глазах вашей же команды. Второе тренирует ваше качество лидера и учит вас правильно, грамотно обучать людей. Третье. Это опять же большой плюс на вашем YouTube-канале. Когда люди ищут компанию, сейчас чаще всего они ищут ее через YouTube-канал, потому что это второй по величине ресурс из поисковых систем, он даже обогнал Яндекс. И люди практически все ищут сейчас спонсоров свою компанию, новую компанию, нашу, я имею ввиду, когда человек уже нашел компанию Биоси, мне нравится, все шикарно, макетный план изучил, он идет на YouTube чаще всего, процентов 80, даже 85, и там он ищет людей, кто станет спонсором. И если у вас есть крутые вебинары, правильно составленные, проведенные, то поверьте, ваши шансы умножаются в несколько раз, чем если бы у вас их не было. Это уже личный бренд, поэтому делайте вебинары, пожалуйста. Что посоветуешь, какую ссылку лучше кидать в шапке, в Instagram, на регистрацию в каталог свой сайт, что лучше работает Серафима, зайди на мой канал, посмотри, как он оформлен, бери, просто копируй, вот это так, как оно должно все работать, ничего не выдумывая, облегчи себе жизнь. На YouTube канале должно быть все, вся информация, которая есть, и чем больше, тем это круче, потому что чем больше у вас есть аккаунтов в соцсетях, сайтов, всяких разных вот этих вещей, тем это больше вас поднимает в глазах людей. Вы показываете, что вы специалист, что вы уже знаете, как делать все. Поэтому пишите всегда везде побольше информации, где вас можно найти. Опять же, у некоторых людей есть Telegram, но нет Viber, у некоторых людей есть ВКонтакте, но нет Facebook. Поэтому давайте людям выбор, когда вы описываете себя на канале YouTube, то пишите побольше тех средств, с помощью которых человек с вами сможет связаться. Ему легче выбрать что-то более удобное. Так, у нас будет реферальная ссылка на покупки. Пока эта тема неизвестна, нужно писать в компанию. Этическая взятка, это тоже очень классная тема, не буду раскрывать все фишки. Это бесплатный продукт. Зайдите, посмотрите. Ну, все по порядку, не забывайте, пожалуйста. Потерпите. Итак, с вами была Елена Коваленко. Я есть везде. Я идю в ВКонтакте, Инстаграм, Facebook. В принципе, можете смотреть, как работаю я, но единственное, скажу вам сразу, моя работа уже немножечко отличается от той, которая должна быть в начале, интенсивность немножко отличается, потому что, поверьте, когда вы уже создадите большую команду, очень-очень большую команду, у вас не будет возможности личный бренд развивать столь качественно, сколько вам нужно делать это в самом начале. Но видео я снимаю много. Ребят, я поняла, что видео это то, что меня продвигает, и я начала снимать их очень активно. Два-три видео в день я снимаю сейчас. Это дает крутые результаты. И вы будете в течение того, как вы будете развивать личный бренд, вы обязательно людей, которые на него приходят, интересуетесь, каким образом они вас находят. и вы сможете пропорционально составлять, какие методики у вас работают лучше. Если это будет все-таки YouTube канал, то вы будете понимать, что значит вам упор надо сделать на YouTube канал. Я могу, например, не написать три поста в день, но я запишу видео обязательно, потому что я сама корректирую свою интенсивность. Я сама вижу, что у меня работает лучше, что меньше, и поэтому я все-таки стараюсь грамотно самой себе распределить свой план на день в плане продвижения личного бренда. Но поначалу, пожалуйста, делайте все, делайте все, делайте интенсивно, не пожалейте первые три месяца работы на создание личного бренда. Потом это будет работать уже на вас. Вот многие хотят выйти, я думаю, все хотят выйти на пассивный доход. Так вот, поверьте, личный бренд это и есть одно из направлений пассивного дохода. Это когда вы живете своей собственной жизнью, к вам приходят люди и просятся в команду, а вы уже с ними работаете или же вы распределяете их по своей команде помогать тем самым людям вашим расти. Вот и все. Это очень комфортная жизнь, да, это очень комфортный образ жизни, комфортный, скажем так, бизнес. Это то, что вам очень будет нравиться впоследствии. Но чтобы к этому прийти, нужно первые три месяца приложить максимум усилий и сделать все возможное, чтобы создать вот этот каркас, создать команду и создать его личный бренд. Все, этого будет достаточно и дальше вы будете двигаться уже в нужном направлении. Итак, сейчас есть ли у вас какие-то вопросы, остались ли вопросы, вот Юля пишет, есть ли разница, что лучше снимать видео с рабочего стола компьютера или видео себя самого. Хочу вам сейчас открыть такую тенденцию новую, которую я тоже планирую очень активно внедрять. Сейчас постепенно уходят вебинары в том виде, в котором они есть, но не отметайте их пока, они еще будут. Просто всегда, 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 всегда что-то внедряется новое и что-то начинает работать лучше. Так вот сейчас то, что будет работать очень круто, это прямые трансляции. Я сама еще скажу вам честно, не влюбилась в них, не влилась в них, но я буду это делать, я буду изучать это и я буду это внедрять. Прямые трансляции это то, что сейчас будет очень круто работать. Алекс Алимской раскрыл вчера нам с Владимиром одну тайну. Не тайну, он эту тайну раскрыл про то, что ребят, вебинарчики потихонечку, понемножечку, они нужны еще, подождите, очень сильно нужны, мучитесь их делать, уходят, а вот прямые трансляции, это то, что сейчас создает самый писк и дает хороший результат. Почему? Вот он говорит, я проводил трансляцию, на которую пригласил 300 человек. В итоге, так как эта трансляция сохраняется, ее может просмотреть каждый, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. За сутки мою трансляцию посмотрело 700 человек. И в итоге это дало очень-очень крутой результат. И поэтому смотрите, что работает лучше? Работает все сейчас. Вебинары снимайте в бинарной комнате. Да? Также можно делать через Камтазия Студио снимать ваш экран, то есть вы открываете вашу презентацию и можете записывать на Камтазия Студио. Вообще очень круто это работает. Мы школу так и записывали. Личное видео работает тоже очень круто, потому что это презентует вас как личность. Скажем так, у вас должно быть 50% вебинаров, 50% личных видео поначалу. Потом вы корректируете, это уже будет зависеть от вас самих, что больше у вас работает, как вы хотите представлять людям себя. Но и то, и то должно быть. Имеет место быть. Все специалисты инфобизнеса, все, кто работает онлайн, предоставляют себя как специалиста, обратите внимание, они ведут и записывают живые видео, там, где они просто что-то рассказывают и дают вебинары. В зависимости от того, как вы хотите преподнести информацию. Если там нужно много картинок, естественно, это вебинары, это запись с экрана. Если это что-то, что вы можете рассказать словами, то это, конечно же, лучше видео. И сейчас начните тоже проводить прямые трансляции, потому что это хит, это дает возможность увидеть вас большому количеству людей. Понимаете, о чем я говорю? То есть, это сейчас очень хорошо работает. Анечка, спасибо за комплимент. Будут ли каталоги и цены? Будет обязательно, Галина? компания сказала так, то есть, руководство так это преподнесло. Когда компания выходит на рынок в новой стране, нужен определенный охват, определенный товарооборот, чтобы компания начала уже внедрять такие дорогостоящие материалы, как отдельные каталоги, они же будут печататься отдельно. Естественно, компания всегда по мере развития начинает вкладывать и больше денег. Чем больше прибыли, тем больше вкладок. Чем больше прибыли, тем больше вкладок. Соответственно, в наших сейчас интересах развивать новые страны таким образом, чтобы там поскорее все внедрялось. Новые виды доставки, каталоги, отдельный сайт на языке той стороны, валюте той стороны. Все это будет постепенно. И только от нас это зависит. То есть мы должны увеличивать товарооборот, делать их больше, больше, больше в этих странах. Тем более, ребят, в нашей команде есть инструменты все для этого. Инструменты работы дистанционно, то есть онлайн инструменты. И это позволяет нам искать людей в различных странах. У нас можно открывать новые страны, особенно страны таможенного союза. Да, поначалу это будет возможно не так просто, как просто стать дистрибьютором, но люди, которые будут открывать эти страны, естественно, надо понимать, что открыть под собой страну, это уже совершенно другой уровень, это другие деньги. Ну, и точно так же, как открывать города. Когда ты первый где-то, когда ты переборол, перешел все трудности, которые с этим связаны, они всегда будут для первооткрывателей, то в итоге ты становишься человеком, под которым огромная команда, и который, естественно, с этой команды получает свои заслуженные большие и хорошие деньги. Что я еще хочу сказать? Я хочу сказать, что мы в нужном месте в нужное время. Компания сейчас развивается настолько мощно, что здесь есть возможность получить очень большие и очень крутые результаты. Я, например, для себя всегда ставлю цель. Моя цель через пять лет пройти весь маркетинг-план и стать евромиллионером. Это не пустые глупые слова, это то, чего можно реально достичь, потому что я просчитал. Тот темп, с которым я расту, мы растем, мы делаем это, повторюсь, с моим мужем. Но просто распределяем, скажем так, обязанности. Через пять лет это вполне реально. И это то, к чему я стремлюсь. Я себе поставила такую четкую задачу. И поверьте, у каждого из вас есть такая возможность. Есть школа, применяйте, развивайтесь, обучайтесь, ставьте цель себе, потому что у каждого из нас есть внутри такие шикарные ресурсы, которые мы просто иногда не применяем. Но учитесь их применять. Еще хочу вам такую книгу показать, которую я сейчас читаю. Называется «Она миллионер за минуту». Эта книга очень мотивирующая и она показывает, наверное, как возможно стать миллионером и что мешает нам стать им. Ведь каждый из нас может это сделать, согласитесь, каждый из нас. Ничего в этой жизни не мешает ни одному из нас стать обеспеченным человеком. Но вот здесь нужно постепенно менять кое-какие механизмы, чтобы это сделать. Поэтому если есть у вас желание, то почитайте эту книгу. Я очень рекомендую, очень рекомендую съездить на челлендж с огнехождением Алекса Алимского. Это все запустит ваши внутренние ресурсы. Потому что если внутри у вас пусто, нет вот этого огня, то ничего не запускается. Итак, я заканчиваю. Сейчас я вам даю самое главное пароль от входа в наш раздел личный бренд от Коваленко. Сразу говорю, что тем, кто не с нами, тем, кто не в теме, кто еще не сделал личный товарооборот, который указан у нас для доступа к ресурсам школы, те могут смотреть некоторые укороченные видео на моем канале YouTube. Пожалуйста, заходите, какие-то основы, элементы можете взять оттуда. Но те, кто уже выполнил условия для обучения, тем людям я сейчас пишу в чат пароль. И вы, пожалуйста, лидеры, раздайте этот пароль своим людям. Но я еще раз хочу на это обратить внимание. только тем, кто сделал личный товарооборот 100 баллов. У нас четкие условия и я хочу сказать, что я прошу их не нарушать, потому что если кому-то будет позволено нарушать, а кому-то не позволено, то это будет несправедливо. И я буду не допускать тех людей, которые нарушают эти правила в школе вообще. Без обид потом. Потому что поймите, если у нас будет хаос, если не будет определенного порядка, который у нас уже устоялся, то будут проблемы везде и во все. я прошу на это обратить внимание. Всем видно сейчас пароли от школы? Поставьте, пожалуйста, пару человек плюсики, ну или все поставьте. Да, все видно, хорошо. Значит, тогда я желаю вам, чтобы вы начали активное обучение, чтобы вы начали обучать ваших людей. Не забывайте об остальных разделах школы. И я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли на этот вебинар, за то, что вы вообще в моей команде такие люди мощные, сильные. Я безумно вас люблю, я искренне вас люблю, искренне хочу, чтобы вы все достигли высот. И я хочу, чтобы сегодняшний день у вас прошел с улыбкой на устах, чтобы вы были заряжены, чтобы вы делали мощную, проделали мощную работу, чтобы до конца года у каждого из вас, кто еще не достиг статуса вице-директор, был минимум этот статус. Минимум. Ну, давайте бриллиантика. Давайте так. Ой, огромное спасибо вам за ваши слова. Итак, еще раз желаю вам удачного, счастливого, любящего, плодотворного дня. Я вас люблю, обожаю. С вами была ваша Елена Коваленко. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok